здравствуйте дорогие друзья были определенные письма мой адрес по поводу вспышки на светодиодах ну кому как кому нравится когда эти светодиоды горячие будут на бленде или как вам будет удобно как вы крепите ну для меня лично очень доволен фотографирую так что еще были вопросы значит я как раз решил переделать вспышку и здесь ваши все вопросы получат ответы вот я имею вот такую вспышку на pentax у нее нет ни светоловушки ничего нет есть только лишь ручная регулировка мощности что очень хорошо у меня их две как раз они у меня становятся для предметной съемки лежит для макро съемки очень 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 удобно вот я буду их переделывать для того чтобы переделать можно и не переделывать есть вот такой светосинхронизатор sf 8 а он всем хорош да очень удобно но скажу откровенно он один у нас стоит сейчас на территории украины порядка 10 долларов я когда-то покупала это давно еще когда была у меня система canon поэтому в данный момент я решил не покупать еще один сделать низко вольтный светосинхронизатор для вспышки чем отличается я переделывал когда разные вспышки и филы маленькие филы большие я использовал вот такие светосинхронизаторы которая работает от 350 вольт до 350 вольт здесь же питание 5 вольт на синхроконтактах два с половиной вольта поэтому мне надо было собрать свою схемку можно конечно было воспользоваться интернетом но у меня уже наработана вот такая схема значит она работает как от 350 вольт так и работает от 5 вольт от вот таких вспышек которые имеются значит что для этого нужно учитывая то что я поджигать буду инфракрасным пускателем у меня не будет предпыха для оценки экспозиции моей вспышкой то есть я буду использовать только лишь первую вспышку если вы будете использовать вспышку второго импульса то тогда вам надо будет делать вот у меня как раз подготовлена и плата 1 и плата 2 это я буду переделывать под заказ филы это вот на микросхеме я сброшу ссылочку на этот синхронизатор работает очень хорошо проверены уже как раз вот ровно 10 лет как вот по этой схеме что вспышка что светосинхронизатор работает как по первому так и по второму импульсу вспышки ну а здесь как вы видите габариты очень маленькие платка 15 на 15 еще пока я не определился какие у меня здесь будут светодиоды или вот такие просверливать корпус или же я выведу вот сюда красиво этот свет фото диод для того чтобы у меня была моя светоловушка ну я не буду разбирать вспышку в принципе то мы воспользуемся вот такой нашей системой здесь сразу идет питание на синхроконтакты 5 вольт если вы не хотите сверлить вспышку и все остальное можно вывести только лишь от при подпаяться к синхроконтактам и вывести вот как у меня сделано вот такой вот наборчик как раз будет подсоединяться наша вспышка это вы уже определитесь сами я ссылочки сброшу на все какие только есть значит для того чтобы была правдива работа вспышки я сделаю следующим образом переведу 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 вот так вот видите срабатывает значит надо там уменьшать расстояние класс то вот у меня дистанционка от телевизора и я показываю вот идет вот так импульс вспышка сработала сейчас зарядится и так она у нас будет работать работать от любой другой вспышки ну так как это в моем случае у меня будут работать от моего инфракрасного пускателя все работает замечательно меня вполне все устраивает габариты я разберу посмотрю какие или же оставлю ну толщина вы сами понимаете здесь порядка десяти миллиметров я думаю найдется 10 миллиметров чтобы поставить нет можно в принципе то к этой вспышки чтобы не было никаких вот там некрасивых моментов можно и здесь сделать колпачком красивым вывести но единственное что я хочу сказать это то что вот этот светосинхронизатор желательно как бы заэкранировать потому что наводки которые будут здесь вспышки может иногда стропить значит ссылку которую я буду вам сбрасывать на вот этот светосинхронизатор она немножечко там не соответствует схема поэтому в личной переписке я вам уточню там указаны номиналы чересчур уж большие мне они не работают необходимо поменять вообще выбросить ряд резисторов и поставить только один на 100 килоом схему я поменял и чем хороша вот допустим эта схема что если нам надо на 380 вольт мы берем просто-напросто отпаиваем этот резистор который у меня на 120 или 150 килоом не помню и впаиваем здесь 20 мегаом все больше ничего не нужно работает как вы видите эта схема как на вот таких светодиодах у которых фото диодах у которых площадка значительно меньше чувствительность меньше чем вот на таких фото диодах но это уже будет как говорится я разберу и там будет уже видно вот и все в принципе то благодарю за внимание пишите я отвечу на все потом ваши вопросы пишите я отвечу на все